В селе Гайдара состоялось открытие от реставрированного колодца и часовни – живоносный источник на территории храма Успения Божьей Матери. Источник воды и часовня были отремонтированы силами местных жителей по инициативе жителей села Гайдар Валерия Капсамон. Колодец с питьевой водой был построен на территории церкви 30 лет назад. Воду из облагороженного источника смогут потреблять все жители села. Я и обещал, что когда-то я построил точно такую же часовню у нас. Я скопировал воду, как Савва знает, эту часовню в городе Верия, воду Кавитенди тоже там был. Мы сделали точную копию этой иконы, которая, я думаю, будет хранить все село, давать здравие, и чтобы люди действительно не болели, потому что сегодня самая большая проблема – это здоровье человеческое. И дай Господь всем здоровья, и вам огромное спасибо, моим наставникам. Затем Башкан Гагаузи посетила частное предприятие, которое занимается изготовлением мучной продукции. Ее реализуют в кафе при данном предприятии. Его руководитель Нина Тарлак рассказала, что пандемия преподала им свой урок. Главное, что они поняли из того сложного периода – не сдаваться, несмотря ни на что. У нас просто выхода нет, только вперед, потому что в наше время очень большая конкуренция все равно присутствует. И в это тяжелое время нам нужно выстоять и добиться чего-то большего, стремиться к чему-то большему. Поэтому спасибо, что государство помогло, если бы не оно, конечно же, мы не смогли бы открыть, но закрываться даже мыслей не было. Директор предприятия, занимающегося производством охлажденной мясной продукции, готовой мясной продукции и полуфабрикатов и предоставлением услуг забоя крупного рогатого скота и свинины Анатолий Калын рассказал, что сегодня их предприятие сталкивается с подорожанием закупочного сырья. Это связано с засухой 2020 года. Мы не импортируем, мы занимаемся только засухами местного, то есть только охлажденкой, только то, что здесь выращивается. То есть с местным рынком, в основном, стараемся здесь в регионе больше. В завершение Башкан подвела итоги визита. Наш бизнес – это составляющая нашего бюджета. И я очень довольна, что средний малый бизнес в Гагаузии, несмотря на сложности 2020 года, не закрылся. Продолжает развиваться, достаточно оптимистично настроен. И я понимаю, что свое будущее они видят в бюджете нашей автономии. Они исправно платят налоги. И это меня на самом деле радует. Поэтому мы сегодня обсудили с ними, как мы дальше работаем и чем со стороны региона мы можем в перспективе им еще помочь в этом году. По завершению своего визита в Чедерлунгский район Башкан побывала на премьере спектакля «Музгурой на гагаузском языке». Постановку подготовил Гагаузский национальный театр имени Тана Согла по пьесе сказки «Тодора занет». Постановка пьесы сказки «Музгурой» осуществляется в рамках реализации закона о расширении сферы применения гагаузского языка, принятого Народным собранием Гагаузии в июле 2019 года. Гагаузский район Башкан